Часто возникает потребность в типе данных, параметризованном другим типом. Ну, например, если мы работаем с картами, то, очевидно, нам следует иметь тип координат точек на этой карте. При этом, в зависимости от того, каким образом мы обрабатываем эту карту, у нас может быть потребность в разных типах координат. Скажем, изначально у нас координаты хранятся в значениях типа double, но если наша карта разбита на ячейки, то тогда, очевидно, удобнее использовать целочисленный тип для доступа к соответствующим элементам. Давайте посмотрим, каким образом мы можем задать параметризованный тип, обобщающий два этих типа координат. Перед нами два типа координат, про которые я уже сказал. Это тип коорд D с конструктором данных коорд D, принимающих два значения типа double, и тип коорд E, принимающих два значения целочисленного типа, типа int. Ясно, что многие функции работы с координатами, ну, например, некоторые смещения, возможно, повороты, будут написаны одинаково для одного и для другого типа. Для одного и для другого типа. Поэтому полезно определить универсальный тип координат, который вместо конкретных типов для значения координаты по одной оси и по другой оси, использовал бы произвольный тип. В Хаскеле это делается следующим образом. Мы можем определить тип коорд, параметризованный некоторым другим типом, типом A. В этом типе коорд будет иметься конструктор данных коорд, у которого есть две координаты типа A. Идея типа вот этого типа обобщает идеи тех типов, которые у нас были. Теперь у нас конструктор универсальный, и мы можем использовать для координат разных типов один и тот же конструктор. Ну, например, если мы хотим работать с целочисленными координатами, мы просто создаем переменную типа COORD INT, передавая туда значение типа INT. Ну, вот такая конструкция. Получившаяся величина будет иметь тип COORD INT. Если мы хотим работать со значениями типа DOUBLE, то есть первая версия, ну, скажем, 3.5 здесь используем, мы просто пользуемся той же самой техникой, но используем значение типа DOUBLE. Ну, и здесь типа DOUBLE, четверка подходит для того и для другого, и для целочисленных типов, и для типов с плавающей точкой. Эта величина имеет тип COORD DOUBLE. Конструктор COORD у нас полиморфен. Если мы спросим про тип конструктора, мы увидим, что он принимает два значения произвольных типов, и конструирует нам выражение типа COORD A. Здесь мы видим, что наш тип сам по себе, COORD, является параметризованным, то есть он содержит на уровне типа некоторую аппликацию. В этом случае выражение типа COORD, еще иногда говорят функция над типами COORD, применяется к типу INT, порождая нам тип COORD INT. Здесь же COORD применяется к типу DOUBLE, порождая нам тип COORD DOUBLE. В общем случае, для того, чтобы породить некоторый тип, мы используем конструктор типа COORD, это другое название вот этой вот величины, конструктор типа, передавая туда произвольный тип A, и получая соответствующее выражение COORD A. Итак, мы теперь видим различие между конструкторами данных и конструкторами типа. Конструктор данных порождает нам выражение, а конструктор типа применяется к типам, порождая нам тип. Субтитры делал DimaTorzok